большое спасибо за донат это иван сергеич с текстом коли вспомнили электрослабость давайте помянем предыдущую инкарнацию севы москвина я понимаю какие на меня вылез сейчас сушатой грязи роллинг стоунс ну они же гитару не настроили за всю жизнь ни разу допустим группа трокс какая-то я слушал и сейчас ужас какой-то уши просто вянут как я мог это вообще 80 процентов того что спета цепелин допустим слушать невозможно просто сыгранное в принципе это плохо красава глаза красава это это мой как это слова не могу вспомнить умная как ванясь протеже это типа я ему это короче ну типа по мнению ну да да мой протеже получается все правильно то есть по мнению тех кто мимо проходил и забежал на мой канал вот типа уровень того как я разбираю критикую музыку видосы и так далее он вот вот типа того же самое смешное что в словах лозы и правда в некоторых словах есть правда короче я не люблю ютуб такая же фигня как ганса розы петь не умеет оси ну оси правда не умеет петь лишь мышь жевать во рту я много чего видал ойзи звук прикольный на этом много я ребята чего знаю и смело утверждаю что битлз это кау ну 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 не кал но переоценены ой ребята сейчас чувствую этот запах дизлайков короче такой приятный приятный аромат говяных комментариев короче за всеми подробностями за всеми вопросами дорогие уважаемые зрители которые возможно зайдут на этот канал мимо крокодилами на стримы заходим и пользуемся гуглом там ютубом и так далее поиском ютуба моисей великанов битлз там реакции какие-нибудь или про битлз что-то наверняка есть блин чего говорит ну типа мне в принципе нравится рэдхо чили пепперс но ну типа там давайте так скажу там нет ничего невозможно сложного вокально вот так то есть там типа это не супер вокалист он просто прикольно более-менее как-то в те две ноты которые нужны для этой музыки попадают ну и тембр такой не знаю интересный работает и все как навоз играют группа дефтон ну дефтон я люблю кстати я думал режут свинью а это роллинг стон птих полный был джеймс браун джексон дергал тазом как невротик спает водитель мой ашотик лучше чем систем офф да паф дэдди пасть закрой пытаешься нам рэп опять исполнить что кто-то очень сильно хвалил паф дэдди забыл а вадим он горит да заебись паф дэдди понял а натариус б я джи ну да знаю конечно но это короче они кореша какие-то их обоих же расстреляли да типа рано их обоих рано расстреляли типа ну типа наториуса точно а это он был типа понял короче рафляная песня про юрия лазу и типа под мотив на маленьком плоту поется что паф дэдди все хуйня типа там группа дэвтон сыграет мимо нот red hot chili peppers говно и все такое типа да 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 а я по рофлу еще короче с некоторыми вещами соглашаюсь ну вообще-то да вообще-то там даже и не по рофлу типа там хуй ну фронтмен блюр прямо очень плохо поет это реально то есть из всей группы блюр он наиболее слава делает свое дело это типа алё посмотрите допустим самый первый их клип щи соу хай то есть чела буквально взяли в группу только потому что я не помню у него были какие-то там возможности которые были нужны пацанам это это ну это просто история буквально этой группы типа по-моему у него он он то ли работал на студии и у него можно было таким образом писаться он никому не нравится из группы но типа блять чё делать с группой блюр здорово вадим жиза да типа а про группу блюр типа что челика на вокал взяли просто потому что он типа на студии работал и все он не нравился никому из группы но типа блять хотелось записаться пацанам они такие ну ладно блять придется с этим челом хуячить просто типа блять ну в образе хули сейчас даже не принес прочитать честненько тыры-пыры взяли такое-то название потом ссылы бла-бла-бла выбрали блюр я не помню сейчас she's so high видела свет песня и новый сингл значит сухая кстати ну даже прикольный клип на самом деле но типа ну по факту он как бы для музыки подходит которую они делают и в итоге сработало и все здорово и так далее но на самом деле там мэн влёр тоже хрипит как старпер тужится бедный дакьё Как будто себе все натер А сливкно Так Так он действительно в последнее время хуже стал петь Ну, короче, у него то плохо, то хорошо, то вот так вот с этим С Расмусом, или с кем-то я, может, путаю По-моему, с Расмусом, как раз Короче, песня, вот эта, да, она прикольная Она классно пародирует, классно высмеивает, умело, мастерски То есть мастерски, если сейчас говноеды, типа, топящие за правильность ударения в русском языке Пойдут до меня доебутся Вот эти челы, там, Глом, ну, все в Москве и так далее Это все прикольно сделано Но, по факту По факту Мне Типа все равно Мне все-таки нравится, как минимум, тем Посыл Лозы Фред-гитариста и мой собственный Тем, что челы Не зашорены Таким понятием, как Это же легенды, как ты смеешь про них что-то говорить То есть вот эти вот Это же легенды Это Очень большой обман И то есть, ну, если, допустим, все, что я сейчас сказал, еще, ну, как-то более-менее спорно И все, что здесь перечислено Есть кусовщина Есть еще что-то И так далее То есть Абсолютно объективные вещи Абсолютно объективные Ну, просто факт полного Просто лабушничества Неумения Исполнять И просто вот челам По каким-то, блядь, невероятным причинам Повезло Оказаться в очень популярной группе Попасть в, блядь Продажные журналы Типа Rolling Stones Там, тех же самых Или Rolling Stone, как он называется, журнал И Обрести вокруг себя вот этот вот такой вот защитный ареал Типа легенды И кучу фанатов Которые Ну, типа Их защищают При том, что Ну, типа, есть вот именно неоспоримо Неоспоримо хуевые вещи То есть Даже в рок-музыке есть Абсолютно незаслуженно Либо популярные, либо переоцененные исполнители И не нужно Не нужно Стесняться того, чтобы Критиковать их Ну, конечно, когда все доходит до полного абсурда Это грустно Ну, вот он уже это Здесь Здесь он в этой песне уже вот наоборот говорит Что вот он прям все Самых классиков там, типа, критикует То есть тоже, чтобы Здесь он доводит до абсурда именно в плане юмора То есть, чтобы высмеять Насколько Чайковский, типа, всех подряд Фу, господи Лоза всех подряд Считал так себе не очень То есть, вот Лоза и плод, типа, это круто А там Вот уже классики, типа, не то Но с классиками та же самая история То есть, вот почему-то Принято с детства Или откуда-то там Вам бабушки, там, мамы Или кто-то по телевизору Или кто-то где-то сказал Там, учители Что вот Блядь, там Пушкин Это Пушкин И все И вот все ходят Ну да, это Пушкин Блядь, а у Пушкина полно Отвратительных абсолютно рифов Хуевых, блядь, стихов И я не считаю, что Я должен, блядь, 10 поэм Написать И стать популярнее Пушкина Обязательно Для того, чтобы Сказать, что Ебать, хуево, типа, сделано И так далее То есть Так называемые, короче Вот так вот Супер восхваляемые чуваки Ну, типа Конечно, есть те, кто действительно Заслуживает Своего Места в истории Внимания И так далее Ну А есть просто Как бы переоцененные Челики Ну, они Я ничего не имею против Самих этих Людей Чаще всего Если, конечно, с ними Нет каких-то Спорных событий Вне музыки Меня скорее расстраивает Что Типа люди Вот это Выбрали себе Там В кумиры Вот это Всегда самое главное Вообще, блин, ерунда Что Моцарт Что Темфира В топку Все Искусство Мира Вот А насчет Баха Ну, опять же Бах, короче, как такие Ну, как Как многие исполнители У него есть Что называется Такие вот хиты То есть классные Произведения Очень интересные Достойные внимания А есть просто мусор Который он писал Чтобы бабки Заработать На отъебись И все То есть Ну Там церковная Всякая музыка Для Просто какая-то Унылая бодяга Для органа Для того, чтобы Или там Для баллов У каких-нибудь Королевских семей Там Я не знаю уж у кого У многих Композиторов Есть такие приколы Что Помимо Вот именно Что делать Там какое-то Высокое искусство И так далее Они делали Кал Просто под который Прикольно бал танцуются Или Ну и подстраивались Под то Что вот Сейчас Вот там Какой-нибудь Принцессе Австрийской Там Жан-Луизе Пиздейн Ей очень нравится Вот например Вот такие вот Мотивчики В духе Брюхен-Шмальца Да допустим И Берет условный там Бах Который впоследствии Уже Да вот там Супер крутой Вот испол Этот невозможный Легендарный композитор И пишет Там Целую Не знаю Трактат произведений В стиле Брюхен-Шмальца Просто Бабла поднять И все Спасибо большое Аноним То есть Не все подряд Что сочинил Бах Бетховен Моцарт Чайковский И так далее Не все подряд Вообще В принципе Стоит внимание Вот так Не говоря уж о том Что ну понятно Что кому-то скучно Кому-то не скучно Но Иногда даже Тема там С величием И со всем таким Она тоже спорная Короче Поняли У Баха много Горяных произведений Мусорных абсолютно Это неплохо Но просто факт Так теперь уже Про картины пошло Но тут В этих как бы вопросах Я не эксперт Но я Вообще не удивлюсь Если найдется Скажем Человек Который Очень хорошо Разбирается В архитектуре И который может Даже Сравнить архитектуру Скажем Какого-нибудь 19 века С другой архитектурой Тоже 19 века И дать Конструктивную критику Эрмитажу Или еще чему-то И будет абсолютно Прав Например в том Что вот это здание Построено Там как-то Тупо Это на самом деле Некрасиво И так далее Просто лично Я в этом Ничего не понимаю Но Я абсолютно Открыт К Людям Которые На простой язык Мне будут объяснять Переводить И объяснять Такие вещи То есть Запросто может быть Почему нет То есть Короче То за что я топлю Это Не надо Тупо Из-за вот этого Ареала Что есть что-то Легендарное Великое Там Миром признанное Какое-то Типо искусство Ну как бы Верить на слово Этой штуке Потому что Очень запросто Может оказаться Что Это просто Как бы Хитрый маркетинг Такой И все Ну типа Люди Ну короче Мы же с вами В принципе Это видим Что Люди Очень часто То что Очень сильно Нравится Большинству Это Не всегда То что Самое крутое Вообще В принципе Существует И все То есть Этому Полным-полно Примеров Зайдите в Ютуб Зайдите в Тренды Ютуба То есть Есть что-то Действительно Грандиозное Великое Несущее Какую-то мысль Опережающие Там Все времена И так далее Да даже Взять тех же Бахов и Бетховен Кто-то из них Точно умирал В бедности Потому что В его время Его музыку Не считали Вообще В принципе Какой-то Интересной Может быть Он сидел В то время Как Юрий Лазай Говорил Бетховен Говно Вот у меня Вот я делаю Это Дела Типа И так далее А ему говорили Да ты Просто Клоун Ебаный Типа Ты сам-то Чего добился Напиши сперва Такой же Блядский Вальс Типа Какой-нибудь Как там Гендаль Это делал Или еще Кто-то Добейся Сперва Вот Шлак Книги Картины Издания Шлак Полный Все Мироздание Вот Нахрена Светит Нам В небе Луна Нас Все равно Засосет Черная Все Дыра Вау А Песню Про Блот Будет Ведь Вечна Народ Кто не поет Тот Урот А Выживет Что Поет Ну Видео Угарное Чапан Я сейчас слушаю С огромным удовольствием И раскрою фронт Понимаю Они тогда уже все сыграли То есть если говорить конкретно про вот эту штуку Как такое юмористическое произведение и так далее Ну типа Сделано очень классно Ну посыл Как бы Я больше Больше спорил с посылом Чем с тем как именно музыкально И По Тексту По То есть По тому что относится непосредственно к Методам Искусства Я практически ничего не говорил Потому что ну Все отлично Все замечательно Все здорово Ну просто Я все таки свою ремарочку хочу вставить Что Не стоит Если тебе сказали что Вот там Битлз Это супер легенд Слэш Это виртуоз Это гений И так далее Не стоит просто из-за того что тебе по каким-то причинам так показалось Что так все говорят Тоже на это вестись На всякие там Ой в журналах написали В журналах блин Карлоса Сантану абсолютно отвратительного ставят на какие-то там тоже высокие места В топе лучших гитаристов мира Просто потому что Я не знаю почему Потому что он был популярен Потому что возможно тогда Политически нужно было Какого-нибудь мексиканского гитариста Может потому что он красиво оделся Просто тупо Поэтому и все Ну как бы В плане умения играть там Ну полная беда Неоспоримо абсолютно И вот как-то так Продолжение следует...